Всем привет! Сегодняшнее видео будет о моих фаворитах, о любимчиках, чем я пользовалась в последнее время. Перед съемками я немного огорчилась, так как обнаружила, что у меня пропала моя новая подводка от Clinique, и она очень-очень похожа на мою любимую подводку от фирмы Kate. Я понимаю то, что я ее не привезла из Тенерифы, хотя я помню четко, что я ее упаковывала в багаж, и я поняла, что меня просто вытащили из багажа эти две сумочки, потому что они были маленькие и яркие. Я так думаю, мой багаж раскрыли и вытащили. Я не закрывала в этот раз на замок его, о чем пожалела сот тысяч раз, и теперь я просто понимаю, что у меня украли из багажа две маленькие сумочки. Для меня это сейчас шок, потому что такого никогда со мной не было, но я понимаю, что рано или поздно это должно было случиться, так как я сумку не закрыла. Вначале я хочу показать вам жидкую матовую помаду от фирмы MAC. Вам понравился этот оттенок на моих губах? Я наносила этот оттенок во время поездки. Очень часто цвет на самом деле красивый, знаете, такой красный, алый, очень-очень яркий. Эта помада жидкая, в ней удобный аппликатор, она матовая. Цвет называется Fashion Legacy. Держится часа два, она точно на ваших губах, но если вы начинаете кушать, пить и разговаривать, все, она в серединке, как обычно, выедает. И в тех местах, где эта помада выедается, вы просто докрашиваете, и постоянно вы должны смотреться в зеркальце. Я думаю, что эта беда происходит со всеми яркими помадами. Следующий продукт, от которого я просто без ума, это жидкий хайлайтер от L'Oréal Paris. Я знаю, что этот хайлайтер не представлен у нас в Казахстане, что очень печально, но я знаю то, что он продается в России, и то не все оттенки. По крайней мере, мне достался этот жемчужно-розовый холодный оттенок. Очень деликатное сияние на каждый день, то есть вы можете днем тоже использовать хайлайтер, его практически не видно. Если вы в поисках жидкого недорогого хайлайтера, то обратите на него внимание. Как раз в фаворитах я решила показать вам парфюмы, которыми я пользуюсь в последнее время чаще всего. Вот действительно, они у меня под рукой, и я их беру всегда с собой в поездку. Вот, начнем с двух парфюмов. Это очень дорогие парфюмчики Amouage Honor и Killian. Я хочу показать вам два идентичных парфюма для меня лично и для моего мужа. В общем, мы сделали вывод, что они пахнут одинаково. Я не знаю, мой выбор пал на Amouage. Как по мне, так цветочные, такие восточные ноты в нем сохраняются дольше, он ярче выражен. По крайней мере, его я все-таки чувствую на себе. Если вы, конечно, умеете тонко различать аромат, вы можете сейчас со мной поспорить, что все-таки они разные и так далее. Но если вы в ароматах, в принципе, особо не разбираетесь, нравится, нравится, не нравится, не нравится, все так же, как и я, да, то я вам скажу, что они практически одинаковые. Поэтому, если вы не знаете, что выбрать, я думаю, что Killian дороже. Поэтому, вот, попробуйте Amouage. Следующий аромат, который мне нравится, это туалетная водичка от Dior Poison Girl. У меня есть даже такая курточка черненькая, которую внедрили вместе с этим ароматом. И, честно сказать, мне он вначале не очень понравился, так как показался слишком сладким. Он тоже, знаете, такой конфетно-цветочный. Чем чаще я начала наносить его на себя, тем больше он мне начал нравиться. Я заметила по себе, что все-таки зимой я предпочитаю более сладкие ароматы. И даже, чем старше я становлюсь, тем больше я люблю сладенькие, приятненькие, вкусненькие ароматики. И это чистая конфетка. Я хочу петь Оду Clarisonic. У меня Mia 2 Clarisonic. И я просто от него в восторге. Это, честно, не реклама. Это, лично, мое мнение. Мне он очень нравится. Он обалденно очищает кожу. И кожа после него становится намного лучше. Он выбивает из пор грязь. Он не круговыми движениями очищает вашу кожу, а он именно вибрацией выбивает грязь из пор. И это очень круто. Он не растягивает кожу. На данный момент у меня очень много бальзамов для губ. Самый первый бальзам для губ у меня был Carmex. Я была полностью довольна. Но он у меня был без запаха. В принципе, классный такой смягчающий эффект. Потом я начала пробовать различные бальзамы, заказывать с разных сайтов. И у меня огромная коллекция бальзамов для губ. Но хочу сказать, что все равно такого эффекта, как от Carmex, у меня не было. Но сейчас я снова купила Carmex. Я его люблю. Он у меня с вишневым ароматом классическим. Запах просто бомбезный. И люблю Carmex. Ничего не поделаю. Я была долго в поисках идеального корректора сухого для лица. Знаете, чтобы выделять скулы, чтобы уменьшать, как-то контурировать свой носик. И мне нужен был такой коричнево-серый оттенок, без ржаны и не слишком пигментирован. Чтобы хорошо растушевывался и можно было регулировать интенсивность такого хорошего как бы корректора. И что вы думаете, случайным образом я нашла этот корректор в оттенке Hank от Smashbox. Это тени, обычные тени для глаз, монотени, одна штучка. Вот, посмотрите, матовые, абсолютно маленькие тени. Когда я их увидела, я поняла, что это именно тот оттенок, который мне нужен для контурирования. И нет разницы, то ли это для век, то ли это для лица. Вы можете использовать и для лица, и для глаз этот цвет. Не слишком пигментированный, сероватый и создает естественную тень на лице. Девочки и мальчики, у кого проблемная кожа или если у вас пост-акне и что-то нужно очень интересное, прикольненькое, хорошее, с тонирующим эффектом, лечебное, то я бы вам посоветовала вот такое средство, тонирующий крем. Плюс он лечебный крем, этот тюбик от La Roche-Posay. Он действительно с лечебным тонирующим эффектом. Ну, я иногда использую просто днем этот крем. Он действительно лечит, выравнивает текстуру кожи. Но если у вас совсем воспаленная, плохая кожа, то, конечно, вы сначала должны обратиться к врачу. Но если у вас пост-акне, текстура кожи немного все-таки рыхла. Особенно, знаете, после чего? После биоревитализации, да, все-таки кожа становится немного неровной. И если вы хотите выровнять вашу текстуру, ну, сделать качественную кожу, то я вам посоветовала бы попользоваться вот этим кремом. Еще мне нравится мицеллярная вода от La Roche-Posay. Это водичка для чувствительной кожи, для кожи, склонной к аллергии. Она хорошо смывает косметику, мягко, деликатно и не щипет мое лицо. Мне это очень нравится, как бы я удовольна, честно. Буквально месяц назад, даже немного больше, у меня появилась уходовая косметика от Plyana. Это российско-швейцарский, если я не ошибаюсь, бренд. Качественная, профессиональная косметика. Я бы никогда в жизни не обратила внимания, прошла бы мимо. Но мне, вот честно сказать, прислали их на обзор месяц назад, сказали, вот понравится, понравится, покажите. Не понравится, то ничего страшного, мы не обижаемся на вас. Я говорю, ну, давайте, окей. Они подобрали для меня уход под мой тип кожи. И я скажу честно, что я в восторге от трех вот этих продуктов. У меня никогда не было гель-пилинга с гликолевой кислотой дома. Я никогда не делала это в домашних условиях. Улучшает микроциркуляцию, а также избавляет от пигментных пятен, высветляет эти пятнышки. Что мне нравится еще? Это мягкая пенка для умывания. В чем прикол этого продукта, я сейчас вам покажу. Вы просто взбалтываете его, взбалтываете, открываете и просто нажимаете вот так. При надавливании образуется пенка и прекрасно очищает кожу. В общем, в самом конце, после всех этих очищений, я наношу на лицо при помощи просто спрыскивания этот тоник. Он матирующий, освежающий. И, конечно, после него я сразу наношу крем. Вот. И мне очень-очень нравится, что его не нужно использовать со спонжиком. Вы просто наносите, распыляете его на ваше лицо. И еще, девочки, в последнее время я пользуюсь часто тенями новыми от Dior. Это из новой коллекции. У меня в теплых оттенках. Тени очень стойкие, хорошо пигментированные, комфортные, отлично наносятся на веки. Я вообще люблю тени от Dior. И коричневый оттенок здесь с розовым под тоном. Здесь еще есть розовый отдельный оттеночек, который я наношу в складку век. Хорошо растушевываю. И получается свежий, красивый, такой персиково-нюдовый макияж. Если вы обычный человек, который любит краситься, и вы не знаете, какие кисти вам купить, и вы думаете, если вы купите супер-кисточку от Hakuhoda, значит у вас макияж станет очень красивым, и кисточка сама вас накрасит. Я вас уверяю, это неправда. И есть кисточки, которые тоже очень хорошие и неплохие. Не нужно обязательно покупать супер-люкс, там Hakuhoda или MAC. Можно купить подешевле, действительно подешевле. И здесь у меня два или три смешанных набора. Это новые кисточки от фирмы NYX. И я, честно сказать, от них без ума. Они очень-очень мягенькие, хорошо растушевывают и тени на веках, и румяна. И здесь они по размерам идеальны. И как раз то, что мне нужно. Во-первых, посмотрите, какие ручки красивые. Даже уже одно удовольствие на них смотреть и держать где-то в своей комнате. Сами ворсинки не отламываются, и на мне не остаются ворсток, что они прекрасные, эти кисти. Для своей цены и качества. Обратите внимание, если будете в магазине, потесите, поюзайте, попробуйте. Они мягенькие, комфортные, качественные эти кисточки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Буду с вами встречаться почаще. Кстати, я знаю, вы ждете влог с поездки с острова Тенрифы. Он очень будет скоро на моем канале. Просто нас попросили подождать, не выкладывать влог. И я вам обещаю, влоги будут очень интересные. У меня будет два влога. Первая часть и вторая. Потому что, если делать одно видео, то получится очень длинное видео. Я боюсь, что вы заскучаете. Хотя моментов много, просто потрясающих. Поэтому я решила разбить видео на две части. И я думаю, что скоро, скоро оно выйдет на моем канале. Ну что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.